Бустанём немножечко. Продолжаем бустить. Всем привет, мои уважаемые зрители, с вами Виги. Ну что, господа, сегодня мы с вами поговорим про эпическую арену. Откуда были взяты идеи, как это всё снималось и чем всё это в итоге у нас закончится. Но не будем тянуть резину и начнём всё по порядку. Самое первое видео данного жанра выходит с легендарным боем. Кто же сильнее, Виги или Рэйвис? Два воина, один фурик, один Армс. О да, в том видео, ребята, фурий воин выиграл, да. Всё-таки возможность хилиться это очень классно. Сама эпическая арена, естественно, была немножко слизана у Джона Сфифти. У него она называлась легендарная арена. Мне пришлось немножко понизить качество и назвать эпическая арена. По сути, само по себе видео довольно-таки простенькое. Два воина сражаются между собой один на один в честном пвп-раунде. Задача была выиграть три раза. Ну и в принципе на этом всё. Но для создания самого видео, ребята, понадобилось намного больше, чем вы думаете. Во-первых, каждый должен был уметь записать видео. Причём не просто записать с лагодрому, а чтобы было бы качественно. 60 кадров. Но, как говорится, слава яйцам. Мы с Димкой два ютюбера. И записывать видосы мы точно умеем. Дальше, господа, проблема была следующая. Данное видео весит очень много. Поэтому приходилось закидывать либо на Яндекс.Диск, либо на Ютюбе в закрытом формате и оттуда уже скачивать. Да, геморроевов было много. И так, с последующим мы видео мы тоже так же делали. Ну и по сути, как по мне, остаётся самое сложное. Это найти музыку. Можно найти легко музыку, поставить и, казалось бы, на этом всё. Но нет, ребята. Не каждую музыку можно вставить в видео, так как на неё есть авторские права. Да-да, ребята, если я запилю с авторскими правами видео, мало того, что данное видео могли перестать показывать моим мобильным телефоном, так ещё и вовсе прикрыть лавочку и мой канал. Да, поэтому найти хорошую, действительно достойную музыку для ПВП-баталий, без авторских прав, ребята, ещё та задача, уж поверьте. Ну и как по мне, самое весёлое. Видео идёт 3 минуты, а я его хреначу аж часов 10, а то и больше. Как вы уже поняли, взять ПВП-баталии и наложить сверхмузыку не пойдёт. Получится какая-то хрень, таких видосов полно на Ютюбе. Нужно, ребята, прочувствовать каждый бас, каждую ноту, каждый удар, и всё это соединить, чтобы это всё действительно достойно смотрелось. И тут уже дело вступает, ребята, то, что я ненавидел всё своё детство. По образованию я музыкант, баянист. О, да, ещё та была задачка. Возможно, поэтому мои ПВП-монтажики так хорошо чувствуются и вам нравятся. К слову сказать, сняться в моей эпической арене было очень много достойных людей. Очень много гладов, очень многие просились, я всех выслушал, со многими пытался. Но, господа, есть одно но. Многие не могут действительно снимать эту арену. Ведь смысл их в том, чтобы показать не только от моего лица, но и от соперника. И, к сожалению, многих это не получалось. Поэтому я решил пройти по тем, кого вы все знаете. И начал я с имбо-хантера. Замечательный парень, как и я, любит трудности в жизни. Поэтому, ребята, возможно, из-за этого он взял ветку ближнего боя. Но, как вы знаете, охотникам танковать воина не лучшая была затея. Поэтому, ребята, он проиграл, да. Но не надо грешить на его хантера. Один раз выходил на ветки дальнего боя. Естественно, я отсыслал по порной команде. Кайтил он меня, да и боже. Затем я услышал Изи слишком лёгко, и он опять сперкнулся в ближний бой. Ну и, естественно, после съёмок опять начинается вся та же самая лобутня. Передача видео, монтаж. Сидеть, сидеть, сидеть. Монтажировать, заливать. И всё в этом духе. Но, ребята, тут мне начинает постигать одна мысль. То, что всё это слишком скучно. И идея чувствуется уже не свежей. Знаете, такая сворованная, как у китайцев. Вот. Поэтому я решил думать, что надо из этого как-то выходить. И думать что-то своё. Ну и, естественно, неожиданно для всех, и, наверное, самого себя, я решил сюда добавить сюжет. Было решение придумать некого тролля-гопника. Звали его Саник Зекут, и первым к нему, кто подходил, это был Лунный Монах. Кстати, именно в этом видео используются элементы машинимы. То есть используются всякие потусторонние программы, с вырезанием персонажей, анимированием и всё в этом духе. Ну и, естественно, начиная с этого видео, я начинаю вам дарить подписку оплаты ВОВ. В каждом видео, ребята, есть код, а с оплатой на 2 месяца. Сюжет был завязан на том, что некий тролль хочет убить орка Виге. Почему? Да хрен его знает, я на тот момент ещё не придумал. Но надо было снимать контент. А что самое смешное, я не мог заранее придумывать сюжет. Потому что он конкретно отталкивался от наших битв. То есть, если я проиграл, сюжет один. Если я выиграл, сюжет другой. Поэтому, ребята, мне сначала приходилось ждать неделю, списываться, дуэлиться. А потом уже после того, что у нас получилось, придумывать сюжет и снимать его, монтажировать и всё в этом духе. И, кстати, тут уже намного дольше. Я где-то по 2-3 дня сидел над каждым куском. Надеюсь, вы смотрели мою битву с лунным монахом. Если кто-то не смотрел, вот вам спойлер. Да, он мне проиграл. Но, ребята, не надо грешить на замечательного лунного монаха. На самом деле, ребята, он ПВЕшник, в особенности Хилл, никак не ДД. Многие в комментариях, естественно, писали, да я за монаха и всё в этом духе. Но, ребята, вы сами проголосовали. То, что мы будем дуэлиться с Имба Хантелом, лунным монахом и со всеми ютюберами. Ну и под конец видео, как вы помните, сидит печальный тролль и говорит, позовите сюда Эрик Фейма. На самом деле, ребята, я на тот момент даже ещё с ним не списывался. Это была моя большая ошибка. Потому что после этого мне пришлось ждать целых 3 недели, прежде чем я смог с ним подраться. Следующее видео уже начинается в Пиратской бухте. Кстати, было очень поздно, около 2 часов ночи. У нас с ним очень разные часовые пояса. Он дальневосточный, я, ребят, наоборот. Я в Пиратусе живу, поэтому у нас очень колоссальная разница по времени была. И все, конечно же, хотели спать. К слову, хочу сказать большое отдельное спасибо Эрику. Да, господа, следующее наше видео уже используется без машинимы. То есть без потусторонних программ. Полностью все анимации, полностью всё было заснято чисто в Варкрафте. То есть, когда мы что-то говорим, мы используем жест, допустим, рассказываем анекдот. А сверху я уже накладываю свой голос. Это, ребята, очень сэкономило мне много времени. И над видео я просидел не неделю, а целых 2 дня. К слову, я ещё должен был добавить сюда озвучку самого Эрика. Да, но эльфику должен был озвучивать он. Но я довольно-таки долго ждал, когда он мне вышел, это он мне всё не высылал. Я решил озвучить сам. Кстати, по поводу озвучки. Господа, я не использую никаких потусторонних программ. Всё делаю своим голосом. Всё довольно очень легко, мне это поддаётся. К примеру, голос гопника тролля. Эй, ну чё, пацанчики, семки есть? Каждый раз, когда я озвучил какого-то гопника, я, ребята, вспоминаю бандитов из Старкера. Пытаюсь им подражать, и неплохо получается. Голос эльфики, знаете, была такая сидящая, пафосная, недовольная чем-то эльфика. Саня, шо ты хочешь, а? Ну ёпш твою мать. Ну и, естественно, озвучка самого Виги, ребята. Я думаю, уже многие должны были догадаться, то, что данный персонаж является никем иным, как зелёный вредитель. И тут, господа, приходилось немножко свои свяжечки напрягать. Эй, Виги, ну ёпш жна! Где зелёный вредитель третьей части, а? После, кстати, такой озвучки довольно долго потом говорить не можешь. Ну да ладно, трудности озвучки. Я надеюсь, вы смотрели наш с ним бой. Как вы помните, он мне проиграл. Ну, связано это, кстати, по двум причинам. Первая, он, ребята, у нас играет на замечательном дополнении. Это король Лич, поэтому леска прийти в Легионе с кем-то задуэлиться, это довольно-таки, знаете, непривычно. Но, во-вторых, у него довольно-таки была непривычная ветка. Надо было ему спекаться там, где ядов побольше. Тогда бы точно сдащил. Ну и, как вы помните, под конец сидит печальный тролль, потому что ему сказали то, что потрачено, да. И тут он говорит, позовите ко мне сюда шамана Мефодия. К слову, я с Мефодием на тот момент был знаком дня два от силы. Но я же точно знал, что и у этого мужика, ну, точно нужно звать на нашу эпическую арену. С ним мы там даже, кстати, уже довольно-таки быстро договорились, поэтому запись начали уже через парочку дней. Да, следующее видео мы всё так же снимали только при помощи Вов. К слову, я там лоханулся, забыл выключить имена, поэтому вы чётко можете видеть, кто со мной рядышком сидит. Отдельное, кстати, спасибо Мефодию за то, что отсидел со мной два часа, мы отснимали все эти анимации, а также он озвучил своего шамана. Причём он озвучил, как знаете, мудрый шаман такой, голосом таким. Потому что моего голоса явно на многоколосный перевод точно не хватит. Тут я, ребята, начинаю понимать то, что мой контент что-то пошёл не туда, какой-то он стал недетский. Как вы знаете, я люблю юмор, и весьма чёрный юмор. Поэтому я решил больше идти в сторону с что-то смешненькое, что-то весёленькое, и при этом с таким недетским акцентом. Также немножко решил переделать ПВП-бой, решил добавить немножко, знаете, акцента Дьявола Ада, что-то вроде такого, у меня ещё музыка такая классная была, и снова Дум Ремикс. Ну и, естественно, наш бой был самый-самый честный. Да, господа, я выиграл этого шамана, полностью честно, ведь наш Мефодия, как вы все знаете, каждый день затрит в этот легиончик. Ох, сложно было, сложно было кайтить этого шамана, как-то хилиться и что-то с ним делать, но всё-таки я его одолел, хе-хей. Всё-таки тут сказывается мой большой опыт в дуэлях, да. Ну и под конец, ребята, я уже сделал конкретно большую отсылку к зелёному вредителю. Как вы все знаете, надеюсь, вы смотрели моё очень древнее с чёрным юмором видео «Зелёный вредитель». Вот во второй части он вместе с девой воительницей тырит у них большой армагеддон. И да, тут он его показывает во всей красе. Ну а дальше, ребята, вы знаете, дальше меня забанили, поэтому я сижу и жду целый месяц, когда же меня разбанят, и мы с вами сможем продолжить эту замечательную историю. Кто будет следующий, честно, я не знаю. Может, китаец, может, ещё кто-то. Поживём, увидим. Ну а на сегодня всё, господа, я вас плавил за кулисы создания эпической арены. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Я буду вас дальше радовать замечательными видосами. Поэтому, ребята, я, естественно, жду вас царский лайк, подписочку на мой канал. И, к слову, я тут создал свой второй канал. Ссылочка будет на него, ребята, в описании. В скором времени мы начнём пилить обзоры на другие игры, не только WoW. Нужно развиваться. Всё, господа, большое спасибо, что меня сегодня посмотрели. С вами был ваш Войн Виге. Всем пока. Ты... Ты ведь тот, о ком я думаю? Да...